добрый день дорогие друзья сегодня я хочу вам рассказать о сравнительном анализе сравнить две кормушки кормушку скользящую хорош ну да я потому что тянул влево ушел я тянул смотрел сам уж а я хотел же шнур разобраться на цепи на роснастях и кормушку кормушку глухую пасина это хороший кардик не меньше почему я принял такое решение потому что мне часто комментариях такие вопросы задают ну нафига вы делаете кормушку глухую глухая кормушка не работает это не фидерная снасть ну ребята начнем с того что это таки да не фидерная снасть это карповая снасть и задумана она была для ловли карпа поэтому один вариант второй вариант и показать результаты какие результаты были при ловле карпа на ту кормушку и на другую кормушку решать вам выбор всегда остается за рыбаком и так начнем с кормушки скользящие первоначально она была сделана для ловли карпа и мы ловили вот она скользящая кормушка внизу идет поводок и идет поводок вот он сверху кормушки кормушка набивается корм вместе с горохом горохом высыпается по течению к крючком на крючке тоже горох вот эта кормушка я ее показывал и будет ссылка под видео ну и мы а потом вдруг ни с того ни с сего даже я не могу понять почему так это все это произошло кто-то сказал что он ловил на лукую кормушку вот вроде бы тоже самое да здесь вот на отводе поводок идет поводок из флюрокарбона а вот здесь вот первоначально ставили поводок из шнура вот видите как он через заводное колечко вот на заводное колечко крепится поводок поводок сантиметров 17 не больше значит первоначально ставили сюда шнур и поводок делали из шнура но затем мы так это решили и опыт показал что лучше всего флюрокарбон флюрокарбон где-то 04045 но флюрокарбон видите вот он закручивается для того чтобы он не закручивался мы флюрокарбон этот над паром проводим над паром на чайничком и все флюрокарбон становится просто идеально ровный кстати вот как делать вот такую вот кормушку ну прямо с нуля и до самого кончания я вам покажу ближайшее время все друзья будьте здоровы ни хвоста ни чешуи потому что это что теперь можно убрать коробка готовиться как раз агрустить . . . . Субтитры создавал DimaTorzok